Причины алкоголизации населения и пути трезвения сограждан. Эти темы стали ключевыми на прошедшей в Липецке пресс-конференции, приуроченной ко Дню Трезвости. Эта сентябрьская дата и в Липецкой епархии рассматривается как один из шагов по преодолению одной из самых серьезных проблем современного российского общества, в котором годовая доля потребления алкоголя на душу населения давно достигла критических отметок. Слово Павлу Колобаеву из еприхиальной телестудии «Свет миру». Ежегодно в нашей стране 11 сентября – День Трезвости. Эту дату отмечали еще в дореволюционную эпоху. Правда, тогда в России за год употреблялось 3,5 литра абсолютного алкоголя на душу населения, и наша страна была самой малопьющей в мире. Сегодня эта цифра составляет 18 литров. В год Россия теряет 137 тысяч человек. Особую тревогу вызывает детский алкоголизм, ведь пиво сегодня употребляет каждый пятый подросток. Проблема действительно очень серьезная. для нашей страны, для нашего народа. Поскольку потребление алкоголя выходит за все разумные рамки, когда эту фразу произносишь, может быть, не всем понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что в нашей стране потребляют алкоголь в два раза больше смертельного предела. Смертельной дозы. Этой злободневной проблеме была посвящена традиционная пресс-конференция в управлении здравоохранения по Липецкой области. В ней приняли участие представители медицины, церкви и органов, контролирующие оборот алкоголя в нашем регионе. Вместе с липецким журналистским сообществом они обсуждали причины алкоголизации населения и пути трезвения наших сограждан. День трезвости, он традиционно у нас проводится 11 сентября. Этот день по церковным канонам является днем усикновения главы Иоанна Претечи. Сама история усикновения была связана с тем, что в момент вахнали, пьянства, безбашенного, как мы сейчас говорим, царь приказал отрубить голову того, который очень любил, пророка Иоанна Крестителя. Поэтому, так сказать, вот это осуждение, вот этого пьянства, безбашенности, этого сверхпотребления, сверхуничтожения, этой сверхдобровольной смертности, допустим, убийства, которое происходит с нашим населением, есть в нашей конференции. Хочется верить, что возрождение празднования Дня трезвости станет первым шагом на пути к здоровому и трезвому образу жизни, которое без участия церкви вряд ли возможно. Павел Колобаев, Евгений Хридин, телестудия «Свет миру» Липецкой и Елецкой епархии для православного телеканала «Союз».